итак у нас есть два топора которые мне понесли для ремонта некоторое время назад я снимал ролик о том как можно заварить топор лопнувший тот ролик вызвал немало комментариев и некоторые из них содержали в себе доброжелательные советы за что я очень благодарен так как я самоучка в сварке и теоретически просто изучил вопрос заваривание лопнувшего топора и заваривал после того ролика я внимательно просмотрел все комментарии сделал ряд выводов и сейчас хочу вот эти два топора которые мне тоже принесли на ремонт уже починить отремонтировать заварить с учетом всех данных мне рекомендации но их много поэтому сразу я не буду их всех пересказывать чтобы не скучно было меня слушать а по ходу дела сейчас буду заваривать и расскажу что можно улучшить по сравнению с моим предыдущим роликом так как видим здесь трещина в задней части обуха вот она эта трещина сквозная ее не пробовали еще ремонтировать такой вот топорик и вторая трещина уже была кем-то заварена но заварена поверхностно и поэтому надо это переделать поэтому тоже трещина сквозная видно там внутри поэтому надо срезать все что тут наварено и заново переваривать сделать разделку шва и переваривать и так мы знаем что для того чтобы заварить лопнувший топор нам достаточно просто варить сверху по трещине потому что будет не провар всей трещины соответственно там будет места концентрации напряжений и в результате вся эта сварка потом при нагрузке лопнет поэтому важно сделать разделку шва делать будем разделку шва так называемую в образную форме римской цифры 5 но в прошлом ролике я сделал слишком глубокую разделку слишком увлекся с болгаркой и поэтому многие мне советовали делать разделку не такой глубокой примерно примерно наполовину но так чтобы было как бы сказать притупление кромок и был правах еще был совет проварить изнутри это я тоже попробую сделать на сейчас этап 1 чем я займусь это сделаю аккуратно пацан попробую постараюсь разделку разделку этой трещины разделку шва так сказать на двух топорах разделку трещину буду делать в тисках с помощью болгарки взял болгарку маленькую не стал брать больших размеров потому что здесь работа тонкая требует аккуратности поэтому вот буду маленькой болгаркой пытаться аккуратно разделать так ну вот на этом топоре где был расколот обух я снял фаску разделал шов опять же не идеальная вы получилось ну понятное дело что болгаркой сложно это сделать тем более что здесь закругленная эта линия трещины в общем как мы и советовали сделал я разделку шва приблизительно до середины потом по данному не советую я изнутри проварю прямо по трещине ну и буду тут заваривать в несколько проходов так что этот топор готов к сварке с этим интересней тут как вы помните я ранее показывал была наварена плюха несколько швов или один мощный шов я не рассмотрел но суть в том что вот я когда снял болгаркой этот шов выпуклый то видно что никакого провара не было то есть трещина вот она как было так и осталось поэтому ее предстоит заваривать то я просто снял чтобы показать к чему приводит заваривание трещины без разделки это просто такая косметика причем довольно некрасивая косметика была теперь сняв старую сварку я буду делать разделку под новую и вот так вот бывает отсюда урок не надо отрезным диском пытаться точить как зачистным надавливал на эту кромку и разлетелся диск хорошо что есть кожух защитный не снимал его как многие снимают и работаю в очках ничего страшного не произошло просто потерял диск так вот делается разделка еще надо чуть-чуть доточить ну вот расточил второй тоже не до конца чтобы потом не прожечь чтобы с обратной стороны дать право вот такую сделал разделку буду пробовать варить чем я буду варить варить я буду электродами с основным покрытием они 1355 плазма это не просто волне 1355 это электроды с добавлением железного порошка в обмазку эти такие электроды делают производитель плазма тег и в общем вот буду пробовать в принципе это то же самое что электроды они 1355 я даже их делал сравнение есть ролик у меня на канале если интересно посмотрите но мне чуть чуть больше понравились сегодня 1355 плазма хотя сейчас я их выбрал не потому что они лучше а просто потому что у меня нет других а вот эти есть ну не считая рутиловых которые у меня сейчас есть тоже но рутилами я не хочу варить последнее время у них что-то нравится основными варить более они для ответственных конструкций а здесь будет нагрузках трещина может снова захотеть лопнуть топор будут наверняка замачивать он будет потом замоченным будет замерзать может быть по нему будут долбить неизвестно сколько он продержится но по крайней мере я сделаю то что от меня зависит и в том числе выбор правильного электрода мне советовали в комментариях брать электроды по нержавейке или lb 52 у ну сейчас пока нет такой возможности поэтому буду варить этими для начала изнутри проварил корень точнее не корень с обратной стороны шов проварил другим рутиловым все-таки электродом монолит рц почему решил использовать рутиловый хотя хотел ну и буду еще дальше всего эти основным просто изнутри там немножко ржавая поверхность и поэтому я решил что лучше будет все-таки рутилом вот поэтому прошелся прошел просто по одному проходу рутиловым электродом дальше буду уже продолжать основным ну вот первый проход сделан как получилось сейчас даю остыть шву обязательно надо давать шву немножко остыть чтобы все процессы произошли там под слоем защитного шлака сейчас буду отбивать и как мне советовали очень хорошо чистить перед следующим проходом чтобы не было шлака там и не допускать пор если будут поры надо будет зачищать заново полгарки чтобы без пор заварить и так отбил на шлак и что я вижу значит анализ так сказать сделано в общем то я доволен потому что без пор заварил старался как мне советовали быстро электродом не вести кстати забыл сказать на первый проход у меня был ток поставлен 100 на моем инверторе 100 ампер но вот здесь вот я вначале плоховато начал немножко плохой контакт был топор болтался на столе небольшая порочка есть и поэтому здесь еще с болгаркой срежу а в остальном мне кажется все тут чисто пор нет сейчас болгарка эту пору срежу и можно делать второй проход касается второго аппарата здесь сложнее так как здесь немножко под углом идет разделка шва поэтому я по одной кромки провел только электродом и как видно здесь тоже небольшая дырка сейчас ее тоже почищу болгаркой сделать еще раз проход но в целом я доволен здорово как мне советовали не веди электродом слишком быстро я смотрю у меня и чешуйки покрасивее получились чем раньше пробуем дальше ну вот почистил дырки сейчас буду продолжать следующий проход наверно на таком же токе пока 100 ампер первый топор мне вообще нравится как варится все хорошо и без пор получается надо еще наверно пару проходов делать вот этот опять я накосячил потому что почему-то не сплавился со второй кромкой опять наплавил на одну кромку видимо из-за вот этого угла сейчас опять срезаю болгаркой чтобы заново делать хороший проход на первом топоре сделал еще один проход тут дела идут неплохо здесь что пока совсем все плохо сильно расточил делал еще раз корневой заново шок на кажется он тоже плохо получил сейчас отобью шлак посмотрю ну вот отбил шлак все нормально еще тут надо проходик сделать наверное этот топор будет готов вот а этот опять не получился и я кажется начал понимать почему в этот раз я делаю слишком узко такую разделку и у меня электрод не может туда дугой пробиться вглубь чтобы проварить и проваривать только одну кромку так что сейчас наверно надо сделать пошире разделку и потом заново вот этот совсем хорошо сейчас может быть немножко здесь ситуацию вылицевать и можно обтачивать этот топор готов практически а вот с тем еще придется побиться ну вот сверху и снизу немножко подварил там где были какие-то ямины но он сам то изначально был не больно то прямой этот топор вот теперь в принципе я доволен здесь осталось только болгаркой зачистить и он будет как новенький теперь надо вплоть ну и заняться этим косячным топором надо делать разделку пошире в общем расточил заново вот до такой глубины потому что вижу трещину но дальше уже если буду растачивать то я уже насквозь растачу поэтому вся надежда на то что я эту трещину проварю до того шва который внутри с внутренней стороны но и в общем решил я не получается у меня болгаркой расточить нужным образом нет у меня зачистных кругов больше сейчас только отрезные поэтому решила и вопреки данным мне советом все-таки корневой шов пройду рутиловым электродом потому что двойкой здесь узко и тройкой плохо здесь будет варить двойка у меня только 21 поэтому сейчас первый пройду корневой проход двойкой она 21 а дальше уже буду варить основными электродами ну в общем довольно интересно получилось получается очень плохо шов шов она 21 получился очень грязный пористый но что самое оказалось для меня интересно сразу же в шве образовалась трещина если присмотреться то есть отсюда урок не надо варить электродами не предназначенными для данной стали все-таки высокоуглеродистая сталь не должна вариться электродами такими конечно желательно было ее еще прогревать но она и так у меня уже хорошо прогрета после стольких проходов значит придется опять все счищать и все-таки варить основными электродами короче говоря пришлось все вычистить и в итоге взял большую болгарку и у меня опять получилась очень большая разделка ну зато до самой трещины вычистил я думаю что в несколько проходов я хорошо это дело все проварю уже в который раз первый проход жду пока остынет шлак ну вот другое дело шлак отбил и вообще даже самому нравится ни единой поры ни единой дырки да совершенно верно все очень хорошо получилось двигаемся дальше в том же духе второй проход прошел жду пока застынет шлак а вот второй проход тоже прошел неплохо без спор на третий проход я прибавил тока примерно 110 ампер по шкале моего инвертора дальше я думаю надо уже не пытаться перекрывать за один проход всю ширину этой разделки теперь уже надо швами с одной стороны с другой стороны проваривать ну в общем я рад что так получается пока никаких пор нету следующий проход данная возможность сравнять вот эту плоскость теперь следующим проходом надо заварить эту канал потому что дальше посмотрим до ума доводить пока неплохо проход прибавил еще тока где-то наверно визуально 110 115 по моей шкале но отлично получился проходик теперь снова надо здесь пройтись вот по моему очень хорошо еще наверно один шовчик и уже будет достаточно ну вот приблизительно вот так вот осталось отточить чешуйки может здесь еще кубок чуть-чуть и все и будет топор опять как новенький ну вот первый топор готов обточил и все отлично говорил мой учитель по кузнечному делу николай иванович архивов он и новый такой не был и второй топор готов все почистил и этого правда интересная получилась интересная особенность из-за сварки его увелок теперь он стал кривоватый не знаю что можно было сделать чтобы этого не случилось может быть опять кто-нибудь из более знающих людей в комментариях на ю тубе или на сайте где будет размещено видео но так целом смотрите все хорошо заварились топоры спасибо всем кто давал мне советы я эти советы кстати выпишу и дополню ими статью на сайте велделик . ком справочник спарочных электродов там есть статья про то как заварить топор и все советы которые были даны мне я тоже эту статью выпишу но так дело сделано готова еще надо отпустить и подкалить эти топоры но я думаю это уже в этот ролик не войдет придется делать когда горн запущу вот так что спасибо всем кто смотрел поставьте лайк или дизлайк чтобы я видел хоть какую-то реакцию на свои старания всем успехов